Ребят приготовили несколько премьер для детишек и их родителей. Вот об этих премьерах, равно как и о жизни в принципе коллектива, мы поговорим с директором Тюменского театра «Кукол» Романом Явночем. Роман, здравствуйте. Доброе утро. Рад вас видеть. Вот мы сегодня с Таней выясняли, есть ли ощущение праздника в душе, неотвратимости наступающего Нового года есть у вас? Неотвратимости есть. А праздник, ну, я не знаю. Я стараюсь жить с ощущением праздника каждый день, вне зависимости от календаря. И независимо от праздника. Календаря и праздника, да, наличие его или отсутствие. Это же первая предновогодняя кампания в должности директора. Новогодняя кампания, да, первая. Вот какие ощущения? Анекдот про лошадь те же помнят, да, когда голова в цветах, а все остальное в мыле. Вот это вот, в принципе, наверное, состояние любого, кто причастен к театру в любую праздничную кампанию. Мы, как любой нормальный театр, все праздники мы работаем, когда люди отдыхают. Это касается и вот выходных дней всех, и, естественно, новогодних каникул в том числе. Мы сейчас вот с 15 декабря мы начали работать, и работаем по 9 января включительно. Единственный выходной у тех, кто занят в новогодней кампании – 1 января. Хотя раньше, кстати говоря, в советские годы здесь в театре «Кукол и масок» тогда назывался, даже 1 января спектакли были. И вот ветераны вспоминали, как вы помните, 1 января, 11 утра, дети такие все бодрые приходят, а родители, говорят, зеленые по стеночке передвигаются. Но это было тогда, давно, давно. Сейчас 1 января вот стало выходным днем для сотрудников, а потом дальше снова в бой, да. Ну вот эта вся предновогодняя суматоха началась уже, премьеры уже первые зрители увидели. Давайте напомним, что вы предлагаете зрителям в эти дни, ну, собственно говоря, в декабре и вот в начале января. В декабре в Большом зале, мы в этом году работаем на двух площадках, в Большом зале нашего театра, мы в декабре месяц, будние дни и часть выходных дней работаем «Приключения звездного цирколета», премьерный спектакль, премьера состоялась 15 декабря. Не буду спойлерить, зачем рассказывать. Не надо, не надо. Очень яркий, красочный, веселый. Первая реакция зрителей показала, что, как бы, да, это здорово, это смотрят, поэтому дай бог приглашаем всех, и детей, и взрослых. Красочный очень спектакль, очень красивый свет мы поставили, так что есть что посмотреть. С 25 декабря мы, 27, не помню сейчас, в общем, в 20 числа декабря мы 4 дня работаем на площадке Тюменской филармонии, органный зал, там спектакль для малышей, когда оживают игрушки. Ну, для лялечек совсем, такая некамерная такая история. Вот, а январь месяц мы здесь, также и здесь, и на площадке филармонии, там нужно смотреть по дням, как бы, разное плавоческое расписание, мы работаем уже такую зимнюю новогоднюю солянку. Показываем не только премьерные спектакли, но и уже такие... Повторяете? Да, 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 спектакли, которые зрители знают, любят, там, Снеговик, Почетовик, Умка, ну, где так или иначе есть зима, где есть Новый год, такие вещи. Роман. Ну, и, конечно же, интермедиа, безусловно, да, Дед Мороз, Снегурочка, ну, куда без них. Но, опять же, с учетом соблюдения всех вот этих ограничений, мы проводим интермедиу не в фойе с елкой, а вот на сцене. У нас персонажи выходят, играют все. Дим, ну, пойдем обязательно. Это с ребенком, а ты... Ты обязана просто сходить с ребенком, потому что ты ни разу не была здесь. Ни разу, мне даже очень стыдно. Ну, не стыдно вообще. Стыдно, стыдно, Роман. Ну, давайте поговорим сегодня о вас и о вашем месте работы. Считаете ли вы сцену, зал, стены этого театра вашими родными? Да, вполне мне как бы здесь... Вы же начинали, да? Очень комфортно. С 99 по 2005 годы я здесь работал. На этой сцене отыграно огромное количество спектаклей. Не только здесь, мы в выездных спектаклях очень много работали. Как раз был период ремонта, капитального ремонта театра, когда мы работали где угодно, и на улице, и в лагерях, и в детских садах, и в школах. И все это... Да, это было. Я, да, вполне считаю себе театр вторым домом. Ну, вот смотрите, вы играли на сцене, жена у вас, значит, режиссер. Играла. Играл, и режиссера. То есть такая семейная история, да, постановка спектаклей, в том числе семейная. Вообще, как рождаются спектакли? Вот о дома вы обсуждаете работу или нет? Значит, каким составом вообще утверждают спектакли? Вот этого никто не знает, но это очень интересно. Ну, наверное, более подробно на эту тему вам как раз именно режиссер-постановщик расскажет о том, как у него зародилась идея, как он к ней пришел. Есть же такое... В театральном твузе нас учили мастер наш Марина Владимировна Жаброец. Это самые первые, наверное, занятия были. Такой канон. Творчество исповедально. То есть режиссер, любой творец делает то, почему он пришел на данный отрезок жизни. Есть такое хорошее выражение. Можешь не ставить – не ставь. То есть ты должен настолько созреть, прийти к этому материалу, что вот, так скажем, была потребность донести это до зрителя. Вот. А рождается в голове сначала, потом, видимо, ищется материал. Я не знаю. У вас есть фокус-группа какая-то, чтобы вы, например, там хорошо режиссер? Фокус-группа называется художественный совет в любом театре. То есть, да... И директор в нее входит? Конечно, конечно. Директор, заместитель директора, главный режиссер, главный художник, заведующий труппы, заведующая музыкальная часть, ну, вот такой режиссер-постановщики. Вот. И все, да, это принимается коллективно с учетом репертуарной политики театра. Вот, знаете, у нас есть такая история, вы в курсе, такое перспективное планирование. Вот у вас есть такое, что в год должно быть столько-то новых спектаклей. Это называется очень скучным словом госзадание, которое я узнал вот буквально, когда стал директором. Мы же государственное учреждение, соответственно, государство очень внимательно следит за то, что мы делаем, и за тем, как мы это делаем. Соответственно, мы же не только просто показываем спектакль, мы еще и должны, как бы сказать, доказать свою экономическую эффективность. Мы же еще и деньги зарабатываем, и это правильно. Вот. Есть государственное задание, что в течение года театр должен сделать там такое-то количество премьер. Должен показать такое-то количество спектаклей, должен охватить там столько-то, столько-то зрителей. Вот как бы цифры, цифры, скучные цифры. Справляетесь. А куда деваться-то? Другого варианта нет. Давайте все-таки поговорим. Ну, конечно же, праздник. Вы ощущаете, вот, например, по количеству зрителей, что вот оно, настроение. Кстати, много сейчас ребятишек здесь собирается? Вообще, этот год и прошлый год мы, так сказать, мы живем в обществе, да, и все вот эти ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, увы, касаются и нас тоже. Мы вот с 8 ноября пускаем зрителей, взрослых, только при наличии QR-кода. Это мы не исключение, как все организации культуры. Вот, но благодаря тому, что, да, все-таки у нас большая часть аудитории все-таки детская пока, мы, ну, как сказать, не страдаем от недостатка зрителя. Новогодняя компания не исключение. Ну, люди любят праздники, это правильно, это хорошо, нужно приходить в спектакль, чтобы создавать в том числе и новогодний настроение. А со скольки лет вообще бы вы советовали родителям водить детей в театр? Хотелось бы сказать с нуля, но, наверное, нет. Есть спектакли, есть малый зал, там, ну, двух леточек. И там сейчас это у нас малый зал, это наша фае, нашего театра. С 2022 года мы переносим нашу площадку и с фае в малый зал ДК «Нефтяник». Все спектакли малой формы будут проходить там. И там, это спектакли особой формы, чтобы деткам можно было где-то, они и спектакли сделаны так, что присутствует небольшой интерактив. Там куколку можно потрогать, погладить, ну, вот, малышам совсем. То есть у меня младший где-то вот как раз года в два, наверное, мы с ним пришли в первый раз на подобного рода спектакли. Чтобы не испугать, это же очень важно. Вот, ну, а, соответственно, чем старше, тем лучше, тем, как бы, больше спектр спектаклей, вот этот творческий арсенал, тем шире он получается. Но вообще я хотел бы подчеркнуть, что театр кукол – это не только для малышей. Вот, вопреки стереотипу, и вообще, вот, я говорю, Татьяна, как так, вы еще свою принцессу ни разу не привели? Ну, это наверстаем. Она придет, она уже пообещала. Театр кукол – это театр семейный. Если, скажем, в отличие от того же драматического спектакля, да, на драматические спектакли мы… Деткам будет скучно, да, почти на всех, за исключением там сказок каких-то, да, то у нас, как правило, вот в детских театрах, да, взрослые, как будто, ну, да, ладно, колобок, хорошо, я так посплю немножечко, да, я буду стремиться к тому, чтобы театр кукол, Тюменский театр кукол стал именно семейным, чтобы было интересно всем. Абсолютно всем. От мало до велико. И такие спектакли уже сейчас есть в нашем репертуаре. И прекрасно. И будет их больше. И вот на этой вот возвышенной ноте мы говорим вам спасибо. И с наступающим Новым годом. Спасибо, полных залов, успехов. Спасибо, всем добра.